Привет, меня зовут Ликсир, и сегодня мы поговорим о Treasure Hunt Challenge. Это, к слову, довольно непростой ивент, и чтобы занять там первые позиции, надо очень сильно постараться. И, в общем-то, сейчас я расскажу, как надо стараться. Для начала, снаряжение. Что должно быть? То есть обязательно нужен автомат с легким весом. Ну, в принципе, это может быть пистолет. В общем, оружие с тегом легкий вес, в общем-то, не обязательно прокачанное, от него не требуются убойные мощи. С семью-шестью слотами этого должно хватить. Сразу я поставил на оружие редкие искатели. Первый, второй и третий. В общем-то, не доказано, что при такой раскладке шанс дропа оружие увеличивается. Но играл я именно так. К слову, да, когда-то однажды я занял в этом челлендже первое место. И сейчас я покажу просто, что я делал в свое время. Давайте посмотрим, какие детальки нам нужны. Так-так-так. Обязательно гранатомет. Рог изобилия 3. Это будет восполнять патроны. Что-то... А, конечно же. Бездонный мешок 6 восполняет одну шоковую гранату за 210 секунд. И сюда, в общем-то, по вкусу я ставлю обычно магнит для патронов. Вот как-то так будет выглядеть автомат для этого челленджа. Потом магнум. Магнум... Ну, в принципе, тег на любителя. Но верную руку я беру просто потому, что нет отдачи. То есть, если у вас есть детальки... Забыл, как называется. Сейчас посмотрим. Так, не это. Не это. Вот. Старс 2 уменьшает отдачу и позволяет стрелять бесконечно без перезарядки. Если есть такая деталька, то, в общем-то... Можно ставить любой другой тег и отдачи, в общем-то, не будет. Но мы сейчас рассмотрим вариант, как обойтись без таких крутых деталек, потому что их еще надо заработать. Так-так-так. Нам нужно очередь 3. Да, кстати, обратите внимание, что у магнума вкачана, ну, разумеется, скорострельность на максимум, емкость число кратное 3, в данном случае 9. Все остальное ушло на огневую мощь. Ну, и здесь прокачка пушки, в общем-то, важна. То есть, магнум плюс 30, это... Ну, я думаю, обязательно. Дальше. Самозарядка. Для магнума тоже вещь необходимая. Потому как, ну, без нее вряд ли можно достичь каких-то успехов. И еще одна деталька, это обжорство. Она позволяет использовать все боеприпасы. То есть... Все те боеприпасы, которые есть в инвентаре. И переходим к дробовику. Ну, начинал я, по-моему, с драконом. Плюс 30. Сейчас у меня цербер. Плюс 30. Емкость я вкачиваю на 25. И там это вот... На максимум скорострельность. Огневую мощь. Ну, на оставшейся. Также искатели стоят. Но здесь мы ставим уже... Полная очередь. Так. Самозарядка. 2. Обжорство. 2. И здесь что-то на урон. То есть, тут есть вариации. Например, нет любителей ближнего боя. Всего 22% максимум. Сейчас я посмотрю. Есть две разных детальки, которые, в общем-то, одинаково хороши в данном случае. Так, это... Вот, например, Азверин-3. Он дает 24% урона по человекоподобным врагам. То есть, Норман подойдет как раз под это описание. И... Лапа огромного кролика. Почему она... Ну, ладно. Тоже дает 24%. Ну, давайте для разнообразия поставлю... Азверин. Будем больнее бить. Вот. Ну, оружие может чуть отличаться. Там, дробовик... Вариативно можно менять... На прочие модели. Магнум. Ну, не знаю. Мне нравится Пифон. Потому что... У него достаточно... Неплохой расход патронов. И... При таких настройках вам хватит... До конца. То есть, не придется стоять и ждать восполнения боеприпасов. То есть, сами понимаете, тут... В этом моменте каждая секунда на счету. А дальше персонажи. Ну, очевидно, что... Персонаж должен владеть оружием максимально хорошо. То есть, это без вариантов. Мадам Ханг. Ну, Леди Ханг. Вроде как вообще. Вы в идеале. Да, ну, возможно, может подойти еще... Господи. Реймонд. У него владение магнумом. Три. Так. Ну, я беру... По максимуму. Ну, разумеется, надо играть на 50-м уровне. Корабль Призрак Хаос. И поехали. Задача собрать как можно больше ящиков с оружием в единицу времени. Автомат с легким весом позволяет быстро бегать и экономить время на переходах. Так. Расстановки врагов бывают разные, но суть это не меняет. Ну, не сильно меняет. В основном надо бежать. Здесь в шахту лифта кидаем ловушку. Вот этот дурачок будет идти в стену и не взорвется. Так, я походу иногда убиваю, Хантера иногда нет, но тут надо смотреть по обстоятельствам. Сейчас он мне не сильно мешал. Все банально. Здесь есть ключ, поэтому нам только важна эта комнатка. То есть берем ключ и валим. Вот наш ключ. Опять же ловушками отвлекаем врагов, чтобы враги заспавниться, как только пузырь взорвется. Все. Тут братан в засаде при этой раскладке. Получается такой аналог спидрана. Ну, с тем только условием, что будем убивать двух норманов. Ну и стараться получать максимум чемоданов за единицу времени. Да блин. Меткость. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, рыба нам не нужна, если мешать не будет. Я надеюсь, что она не будет. Будет. Ну тогда придется убить. Так где ты... Да, данный маршрут, в принципе, насколько я смог понять, оптимальный. То есть есть возможность забежать еще в другие места, но тогда чемоданов в единицу времени будет меньше. То есть даже если заодно прохождение вы их поднимете больше, то в итоге вы все равно проиграете. Тратить время на разбивание медалей тоже смысла нет. Нам нужны чемоданы, чемоданы и только чемоданы. Ай, не получать по морде от хантеров. Ну ладно, пока рутина. Расскажу о подготовке к ивенту. То есть, очевидно, недостаточно просто иметь норм пушку и знание маршрута. То есть, чтобы в одиночку все это сделать, нужно гораздо лучше подготовиться. Так, сейчас напряженно было. Хантеры, кстати, иногда умеют ваншотить некоторыми атаками. Это бывает неприятно. Так, все, рыбу можно не убивать, если травы не нужны. Так, касательно подготовки. Ну там, понятно, что ивент идет с четверга по понедельник. И это время должно быть свободно. Отпуск, еще что-то. Каникулы, да? У кого что. Ну или просто... Ну, не знаю. Свободными должны быть эти дни. Причем полностью. Разумеется, надо подумать о том, что есть. Имеется в виду, что... Время на еду тратить надо минимально. И не всегда получится подолгу стоять у плиты и готовить. Эти ребята кальмары, или как они? Так, не удалось пробежать. Ну, лучше его сразу убивать, потому что... Всрать забег в этом месте уже обидненько. У них слабость к электричеству, и электрические шоковые гранаты их хорошо убивают. Ну и маг нам тоже, в общем, убивает мостик. Мостик. Ой, не ту кнопку жму. Стрелки самые мерзкие, ребята. Их надо в первую очередь выносить. В принципе, в этой локации нужно только... Ключ и чемодан. Поэтому... Как только они будут, можно сразу валить, не добивать остатки. Ну, если дадут, конечно. Иногда выходят. Ключ есть. Да, блин. Вот, всё. И всё, палуба. Тут можно рыбу зарезать, если, опять же, нужны аптечки, но лучше на это время не тратить. Это всё не так уж и важно. Должно хватить. Я беру сразу импульсную гранату. Ой-ой-ой. Можно. Если всё более грамотно сделать, даже не получить люлей. Я с оружием запутался. Да, и первая граната после загрузки кидается вручную. Потому что если сразу выстрелить после загрузки из гранатомёта, то, скорее всего, всё зависнет. Это проблема. То есть, первая граната летит ручками. И если гранатой можно убить, то... Так. Вот враги прогрузились, и теперь можно из гранатомёта стрелять. Ручные гранаты на этих ребят довольно неплохо действуют, но... Ну так. Приходится всё равно добивать. Эти лепёшки, опять же, шоковыми гранатами. Опять же, повторюсь, при стрельбе из гранатомёта нельзя спешить. Ну то есть, надо выждать момент, пока прогрузятся все враги, только после этого стрелять. Зависание на таком моменте будет очень обидным. Где-то, господи, собака. Ой. Животное. Всё, остались Рэйчел. Тоже по-быстрому расстреливаем. Так, это... Ой, упало. Ну и Норман. Ох, фига себе. Ты сразу так... Даже не поздоровался. Ну, может, оно и к лучшему. Ух ты, он сразу в какую-то там... Фазу перешёл. Обычно он по-другому себя ведёт. Ну ладно. Всё не так плохо. Так, здесь берём ловушку. И после прогрузки экрана сразу кидаем её рукой. Потом шоковые. Ждём, пока рыбы прыгнут. И добиваем шоковыми. Так, берём чемоданы. Дробовик. Ой-ой-ой, не увернулся. Пусти. Негодяй. Так, всё. Тут хватаем Магнум и добиваем. Готово. Берём чемоданы. На детали время тратить не стоит, потому что их сбор тоже отбирает секунды. Ну вот, получается где-то так. 15-15. Ну, побольше иногда. Иногда поменьше. В зависимости от... И, в принципе, такого времени хватает. Ну, по-быстрому, да, прощёлкать оружие и... Второй круг. К слову, первый раз, когда я проходил, я занял третье место. И уже потом подготовился и вышел на первое. Ну что ж, да, разумеется. Пополнить боезапас. Ну и по новой. Всё точно так же. Без перерыва. Четыре дня. Ну что ж. На этом, пожалуй, всё. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»